всем привет спасибо вам за то что смотрите эти ролики спасибо за то что материально поддерживаете канал и спасибо за то что пишите комментарии комментарии это кайф я читаю их и отвечаю когда есть на это возможности и время то что я еще работаю помимо того что разговариваю напоминаю вам о существовании плейлистов посмотрите там очень много всего и может быть та пластинка которую вы хотите увидеть и услышать о ней и написать о ней она уже есть плейлистах так что вот я вспоминаю как с маленькой моей дочерью сашенькой ходил на концерт элтона джона в ледовый дворец стадион был заполнен был биток аншлаг переаншлаг было очень круто но элтон джон джон не один раз прижал в нашу страну и многие смогли насладиться его музыкой это я без иронии говорю потому что наслаждаться там есть чем и у меня много пластинка элтона джона я в свое время где-то в конце восьмидесятых наверное середины восьмидесятых даже я собирал вообще элтон джон у меня практически все были на тот момент времени собраны альбомы с тех пор их вышло уже достаточно много и сейчас у меня коллекция не полная элтон джон ну половина полки все-таки половина одной из полок заставлены его пластинками и без этого альбома конечно же не обойтись мне в своих воспоминаниях потому что goodbye yellow brick road это но не то чтобы эта эпоха нет какая эпоха эпоха идет еще еще она не закончена но это одна из самых наверное важных пластинок поп-музыки 20 века одна из я подчеркиваю я не гришь это самое лучшее не гришь она ходит в десятку не гришь она входит в двадцатку но 50 пластинок вот важных таких для музыки 20 века для популярной музыки 20 века подчеркну она безусловно входит это явление природы не просто явление музыки а явление природы это такой выброс выплеск фонтан салют таланта что мало кому такой удавалось двойной альбом сколько здесь песен я не считал никогда кстати я не могу сказать ну достаточно много песни него не очень длинные но все-таки двойник и каждая песня это ну можно сравнить наверное с альбомом маккартни бен андеран а точнее самой песни бен андеран сравнить в том плане что из песни бен андеран можно сделать ну не альбом конечно целый а может быть хотя и альбом но по крайней мере ну штук пять песен можно написать на основе одной только вот песни бен андеран там столько мелодических поворотов столько ярких их таких таких вспышек столько идей вот не люблю слово музыкальная идея точнее словосочетание не люблю вот когда читает у него столько музыкальных идей какие идеи ребята о чем вы говорите музыка это не идеи это не рассудок хотя есть группы которые идеи выкладывают свои в музыку это сразу слышно это вот такие вот умничание начинается умозрительные какие-то построения где души нет и сердца нет совсем а есть только такая алгебра и поверил гармония называется как классик сказал это не интересно вот в бен андеран да много очень находок открытий бриллиантов на настоящий музыкальный а в этом альбоме то же самое то есть я сравниваю пока по плотности по плотности классических абсолютно высочайшего уровня музыкальных произведений и это тоже самое то есть чтобы вбить в двойной альбом такое количество прекрасных песен это надо быть настолько щедрым человеком настолько не думать о своем будущем а просто вот фонтанировать написал записал выпустил и будь что будет до другой бы из всех этих песен вот сколько здесь песен сколько может делать альбомов то есть набить каких-то проходных номеров и вставить одну или две композиции отсюда и альбом будет иметь успех сразу потому что один-два хита будут стопроцентно будут крутиться по радио будут там сниматься клипы играться на концертах и они за собой потащат пластинку сразу то есть вот из этого всего можно наделать ну десяток пластинок на перспективу то есть оставить эти песни и не выпускать их выпускать по очереди а элтон сразу вывалил вот это все в один альбом правда длинный большой и это конечно полный кайф и бывает так что на пластинке очень много хороших песен но они утомляют своей хорошестью и одна хорошая другая хорошая на одной зарубаешься потом идет в следующее на ней зарубаешься потом дальше и так или так прям too much что называется уж слишком все прекрасно можно немножко и по гаже что нибудь сделать но нет здесь ни от чего не устаешь и просто настолько все хорошо а сама песня good by yellow black road она с детства с детства я учился в школе еще и когда я услышал ее у кого-то на магнитофоне на ленте магнитофоны я тут же переписал себе и слушал и для меня открывался новый мир совершенно музыкальный также как примерно от музыки beatles но здесь немножко другой немножко немножко ближе я извиняюсь конечно но ближе к большой музыки классической музыки академической музыки вот эта песня good by yellow black road она до сих пор у меня в моем личном топе но наверное среди лучших песен 20 века она до сих пор вызывает у меня мурашки по бегущей по телу когда я слушаю громко и один это просто полный кайф и берни таппин писал этот текст будучи немножко в разобранных чувствах потому что он писал о том что хочется уединиться хочется вернуться к земле да жить своей жизнью в лесу там в своем доме при этом жизнь его и жизнь элтона в тот момент времени была настолько бурной настолько скоростной настолько яркой это была вершина творческой карьеры хотя эта вершина перешла по пламу в плато на тот момент время они они взлетели и они находились на самом верху у них было все что нужно рок-звезде все концерты бесконечные записи пластинки которые выходили одна за другой и все они были шикарные и madman across the water и там ходки шату и don't shoot me on am on the piano player вот эти три альбома подряд они просто они они ворвались в музыкальный мир как кометы ярчайшие и после этого можно было вообще лечь и почивать уже на лаврах но была выпущена вот эта пластинка которая стала еще круче чем все три записанные там три не точнее не три а гораздо больше я упомянул самые такие ломовые что называется но она еще мощнее получилось уже кажется что дальше уже ехать некуда это уже просто космос такие щедрые люди щедрые прекрасные музыканты финал фф одно начало чего стоит вот это фильмов и френд который переходит в love life bleeding элтон все показалось все просто я могу все сказал он сыграл и такую около симфоническую музыку почти похоронный марш серьезная глубокое музыкальное произведение трагическое с болью который переходит в бешеный рок вот этот самая love life bleeding бешеный драйв сумасшедший агрессивный прекрасно спетой канал in the wind дальше посвящение мэрилин монро норма джин губай норма джин песня которую перепели кто только и не перепевал такое количество кавер версий только битлс может сравниться с в хорошем смысле слова растиражированностью этого произведения при просто одна песня лучше другой потрясающие мелодии трогательная искренняя на разрыв просто исполнение такое ощущение что плачет в каждой песне человек причем плачет не уныло не заставляет плакать весь зал рыдать да а вот эта светлая печаль искренняя абсолютно человечная простая понятная доходчивая просто фантастика и дальше следует сразу бенни и джетс песня которая специально кажется написанным для концертного исполнения концертное исполнение этой песни они великолепны любое в любом возрасте элтона на любом концерте в любом составе когда элтон поет бенни и джетс это фантастика это его просто вот такой печать опись протокол сдал принял отпечатки пальцев это просто вот элтон джонг в своем лучшем виде шоумена удивительным образом сочетал и сочетает глубину композиторскую музыкальность и шоу-бизнес и шоума и клоунство и шоу то есть это удивительное такое вот совпадение два лица у элтона джона и серьезный трагический белый клоун да и рыжий клоун тут же они совпадают в одном лице ну а дальше будет боял увлекроут на второй стороне которая просто все можно ставить точку на этом казалось бы потому что лучше умри федот лучше не напишешь да и джордж ом из группы queen's of the stone age когда они записывали эту песню для трибюта элтона джона говорил я вычитал его цитат из цитату из его интервью что мы думали сначала какую же аранжировку сделать все-таки queen's of the stone age да как аранжировать эту песню чтобы это было по-нашему а потом когда начали ее разбирать он говорит что там настолько красивые аккорды настолько удивительная последовательность аккордов что ничего не надо придумывать надо сыграть так и как так как есть и примерно то же самое говорил рик вейкман о песне дэвида болви life on mars говорил что там такая аккордовая последовательность которую я которая редко по качеству редко встречается и в симфонической музыке что это такая красота которая сама по себе является бить ну эта вещь в себе она самооценна самодостаточна то же самое yellow black road и продолжением и и является the song has no title с прекрасными арпеджио я извиняюсь фортепианными как продолжение тем игрой сил то же самое скажи мне серый тюлень как мне жить как мне как не сохранить себя среди вот этого всего что крутится вокруг и вот после этой серьезности вдруг я майка джерков целым дурацкая песня кстати латан джон хотел на ямайке писать этот альбом но там не получилось из-за разного рода проблем которые у половины музыкантов собирающихся работать на ямайке случались там и политические дрязги и бандиты и с аппаратурой все не так и в общем все как-то только у рэги артист хорошо выходила там у белых как-то всем ли какие-то проблемы включая rolling stones и он перебрался в во францию и во франции был записан этот альбом ну очень хорошо записан и сэндит муви ту в конце первой стороны еще одна печальная грустная лирическая глубокая песня опять он был рыжим клоуном опять стал белым но качество музыки неизменно на высочайшем уровне просто на высочайшем высочайшем sweet painted lady на второй стороне была тут дэнни бейли с удивительной оркестровкой с мощнейшим с мощнейшей симфонической поддержкой к финалу которая устать ты перемещаешься со стадиона или из клуба или из концертного зала перемещаешься в какой-то воинский театр или куда-нибудь там ли в большой да и там вот это все вся вот эта грандиозная оркестровка просто она и она не подавляет она очень хороша на dirty little girl злобная ну и по тексту и по музыке злобная гитарно-клавишная яростная довольно песня all the girls love эллис еще более если дете ли злоба да все-таки мажорная то вот это самое все девушки любят эллис она по-настоящему злая но элтон джон не злой человек она злая скорее тревожная но яркая роковая you can sister can twist понятно что твист который перемещается переходит в рок-н-ролл настоящий который элтон джон очень хорошо умеет играть и saturday nights all right for fighting это просто как будто группа rolling stones вдруг пришла в студию вместе с элтоном джоном сыграла написала вместе с ним и сыграла эту песню это в чистом виде просто настоящий rolling stones в видении элтона джона очень классный ракешник нужно так сказать ну и несколько песен я пропущу рой роджерс и social this is harmony финале обретение гармонии самим собой слияние белого и рыжего клоуна личность гениального абсолютно композитора и исполнителя элтона джона человек который разрывался конечно в силу разных обстоятельств в разные стороны но пытался обрести гармонию и в этом альбоме он абсолютно ее обрел так что это прекрасная пластинка смотря на то что она старенькая несмотря на то что ее все знают что она растиражирована ля-ля-ля три рубля я ее очень люблю хуже она от этого сегодня стала так что я пошел пить пока пока